Дорогие друзья и мои зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции и уроки следующий человек часто подвержен нервным приступам. Что нужно знать таким людям? Ну, это люди частенько, которые предрасположены бы частенько, вот, что, скажем так, впадают в крайности. И частенько эти крайности, понимаете, нервные срывы, вот, само слово срыв, человек сорвался, вот, и эти срывы ведут с различным неврозом, к проявлениям депрессии, психосоматическим нарушениям. Сейчас вот это вот модное слово, вот, и все пытаются это модное слово разгадать. Но все наши, вот здесь вот, можно сказать, нервные приступы и беды от нашей головы, от наших мыслей. Мы неоднократно говорили в наших лекциях, что поджелудочная железа ведает мыслями и контролирует наши с вами мысли. И порой человек не может свои мысли остановить, либо свою голову опустошить. Некоторые даже мне говорят, вы знаете, это практически невозможно остановить мысли. Все возможно, уважаемые зрители, если человек занимается и работает сам над собой. Все возможно. Это техника, только этой техникой нужно овладеть. То есть это то же самое, как утренняя зарядка. Нужно что? Заниматься. И вы будете всегда в бодрым настроении. То же самое можно отключать голову, уметь отключать голову. Да, можно. Только нужно заниматься этим. И помнить, уважаемые зрители, что если мысли бегут впереди поезда и объявляют уже остановку, до которой еще несколько сот километров, то вам надо подзадуматься, что ваши мысли могут унести вас, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда? И где вы остановитесь, неизвестно. Потому эти срывы, слово срыв, сорваться со скалы и лететь куда? В бездну непонятно. Когда вы упадете и ждать этой смерти? Не дай Бог. Потому вы должны задуматься и себе ответить. Срываться вам в следующий раз, либо что? Закалить себя, работать над собой, над своими мыслями. И прежде всего укреплять свою поджелудочную железу. Почему? Потому что она ведает мыслями. Если частенько у человека воспалена поджелудочная железа, здесь мы оцентируем внимание, воспалена поджелудочная железа, то, конечно, у человека воспаленный что? И мысли, и голова не дает покоя. И все беды от чего? От головы. И все жизненные потрясения душу трясет. По этой приставке душа. Душу трясет. Вот закаляйте душу. Мы же не зря сказали. Закаляйте себя. Только человек скажет, а мы не знаем как. Вот интересно, ложку вилку человек умеет держать, а как закалять душу? Не знает. Вот представьте себе. Потому человек должен, что, если есть у него уязвимое место, и он частенько подвержен нервным приступам, закалять себя, дабы эти приступы могут, может быть и посетили человека, но не настолько, а навредили ему. Частенько люди и трудоголики подвержены нервным потрясениям. Почему? Ответ есть на 100%. Человек не умеет расслабляться. Представьте, он не умеет расслабляться, постоянно в тонусе, постоянно в ритме, постоянно в работе. Вырезе его на природу расслабиться, а он не знает, что это и как это. А тут еще и голова и мысли не дают покоя. Вот представьте себе. Потому на первом месте человеку нужно уметь, что, расслабляться. Я не в плане говорю расслабляться, выпить там шашлык, там. Нет. Человек должен уметь отключить себя от этого мира. Заниматься другими мирами. Задут вопрос, какими? Духовный мир, пожалуйста. Дыхательный мир, пожалуйста. Вот. Элементарно простые вещи, которые человек может сказать, да, это все иллюзия, это нужно, правильно, там нужно заниматься. И там нужно уметь расслабляться. Вот как, конечно, просто расслабить человека, там, либо наркотик какой-то, ну, опять человек в эту иллюзию же в следующий день и вернется. Либо через некоторое время. Частенько всего нервные приступы преследуют человека с низкой самооценкой. Здесь мы не говорим людям укреплять, либо развивать в себе гордыню, там, либо свое «я». А здесь человек должен быть утвердительно развивать, поэтапно все должно у него идти, со временем, а не так, что он, там, скажем так, сразу возомнил из себе кого-то и что-то. У него самооценка стала уже, смотрите в гордыню, не впадите, чтобы вас опять гордыня ваша не понесла, и опять не получилось нервного срыва, и куда она занесет эта гордыня, неизвестно. Почему? Потому что поджелудочная контролирует и голос, и мысли. Вот представьте, какое огромное влияние поджелудочной железы. Ну и, конечно же, люди с комплексами частенько подвержены нервными приступами, нервными срывами. Человеку нужно что? Избавляться от этих комплексов. Иногда даже, ну скажем так, смириться с тем, что даже, ну сказано, что нужно с этим комплексом бороться. Человек должен бороться с этим комплексом, а не находить объяснение, что вот я такой, мол, вот так вот, пожалуйста, живите, находите такими объяснениями, но депрессия и нервные приступы будут вас что? Сопровождать на протяжении всей своей жизни. Поджелудочная железа играет огромнейшую роль, потому что она контролирует будущее, настоящее и прошлое, мы об этом говорили, контролирует наши мысли, контролирует голову, контролирует голос, и контролирует практически все наше с вами здоровье на физическом уровне. Вот вам и ответ. И если у человека частенько поджелудочная воспалена, воспаляется, из-за этого происходят нервные приступы, данную точку РП3 и Тайбай нужно что? Расслаблять, вследствие чего вы расслабляете поджелудочную железу и ее основные функции, которые влияют на наш физический и тонкий мир. Физический мир – это наши с вами мышцы и нервы, потому что все нервы содержатся где? В нашем теле и в мышечных органах, и не только. Ну и, конечно же, она расслабляет наши с вами мысли, которые сейчас модно говорить, что мысли, что они материальны. Вот смотрите, недоматериальтесь до такой степени, чтобы ваша голова не стала тем, о чем ваши мысли ведают, либо постоянно вам твердят. Спасибо за внимание.